ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ Привет, привет. Итак, как сейчас, Аня, дела вообще в туристическом мире? Что там? Как? Ну, в туристическом мире, на самом деле, дела достаточно оптимистичны, потому что сейчас, ну, как самый основной вопрос, какие направления открыты, куда можно полететь отдохнуть, как провести время и так далее. Большинство думает, что это только сейчас туры в основном внутри страны, внутренний туризм поднимается, это, конечно, безусловно так, но просто нужно владеть информацией, так как направления международные тоже открыты. Среди открытых направлений это Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланка, Арабские Эмираты. Просто авиаполеты совершаются именно уже зарубежными авиакомпаниями. Это Эмирейтс, Этихат, Туркиши и так далее. Поэтому отдых можно планировать, обязательно даже нужно. Ну, за сколько надо сейчас планировать? Может быть, не день в день там, да? Как лучше? Ну, подскажем, конечно. Есть такая тенденция, замечается, что если ранее бронирования были в глубину и больше предпочитали, конечно, заранее забронироваться. За год обычно, да. За год, да, либо за полгода. Летом знаешь уже, где ты будешь проводить, да. Так и есть. Ну, сейчас немножко фокус сместился. Больше идёт бронирование, как говорится, last minute. Это прям вот буквально вот-вот. Через два-три дня, через неделю и так далее. С чемоданом в руках, да. С чемоданом в руках, потому как действительно пока нет такого понимания. Тур состоится, не состоится, много изменений происходит. Поэтому, как говорится, ещё немножко опасаются. Но этого не нужно делать, потому как туры бронировать в глубину можно. Можно заранее планировать свой отдых, потому как в случае, даже если поездка не состоится, то у туроператоров достаточно интересные, как говорится, условия. Это будет депонирование, денежные средства никуда не пропадут, как говорится. Просто отдых может немножко сместиться по датам. Но заранее, конечно, бронировать интереснее, потому что... Больше возможностей, наверное, да? Больше возможностей, больше желаемый отель, категория номера, когда есть выбор. Когда вы бронируете вот-вот, прям вылет накануне, то приходится выбирать уже, к сожалению, из того, что осталось. Соглашаться на те условия, которые уже есть, ничего не изменить. Да, соглашаться уже ничего не изменить. Друзья, если у вас есть вопрос к нашему спикеру, если вас интересует туристический мир, и вы думаете, вот как в этом году провести свой драгоценный отпуск, тогда можете писать сообщение, номер вы знаете, плюс 7909-955-1030, смс, ватсап, вайбер. Что касается нашей страны, я думаю, что сейчас как раз вот в это время есть возможность нашему внутреннему туризму заявить о себе очень громко, происходит ли это. Действительно так и есть, да, внутренний туризм, конечно, растет, развивается. Это очень радует, потому как мы должны знать и объекты внутри страны, что можно посетить, потому что если раньше туризм был, это только понимание, вот мне нужно море, это значит только ты подвязана либо к определенному, там, либо лето, либо как предусмотрено, когда, как говорится, теплые страны. Месяца четыре там было. Да, но то теперь можно рассматривать, фокус сместился не только хотят пляжного отдыха, но хотят также много что посмотреть. Сместился фокус самого путешественника, он хочет многое увидеть, многое узнать, поэтому наша страна на самом деле безгранична, благодатна, поэтому, да, внутренний туризм развивается, много способствует сподвижек к этому, направлением помогают развиваться и так далее, привлекать больший поток. Это действительно нужно. Вот у нас даже недавно состоялась выставка МИД-2022, и, конечно, мы заметили, что это периодические стенды, когда приезжают партнеры, каждый заявляет о себе, рассказывает, и есть возможность познакомиться воочию. Туда приезжают не только специалисты туристического рынка, также туристы могут посетить данную выставку, познакомиться, посмотреть направление, которое им интересно. И, конечно, в этом сезоне много-много было большой ажиотаж. Да, кто, кто, вообще откуда? Да, что это? В основном, что запоминается и что больше очень привлекает, это, конечно, Байкал, потому как это и зимние красоты, безусловно, это и летний отдых потрясающий, Алтай, Калининград, да даже вот, как говорится, рядышком недальние города, это такие, как Казань, Золотое кольцо, много-много интересного всего, что нужно, конечно, смотреть, узнавать, поэтому объекты размещения есть. Просто именно и российские направления, внутренний туризм, немножко есть специфика, что бронировать нужно заранее, конечно, то, что ты хочешь посмотреть, потому как желающих очень много, тоже все, ну, как говорится, быстро бронируется, поэтому если рассматривать внутренние направления, тут немножко, конечно, да, тут по-другому, нужно чуть более заранее бронировать. Насколько более заранее? Ну, вообще, конечно, рекомендуем за несколько месяцев, но если... Вот у меня отпуск в августе, я уже сейчас должна побеспокоиться о том, в каком направлении мне двигаться, отдыхать. И уже выбирать из того, что... Ай-яй-яй, я еще денег не накопил, а уже надо выбирать. А вот уже нужно как раз-таки, да, сомневаться. Ну, кстати, мы сегодня со слушателями разговаривали про то, какой отдых и какой отпуск предпочитают. Очень много говорили про Байкал, наши слушатели, подчеркивали Алтай и говорили про автопутешествия. Да, автопутешествия. Кстати, автопутешествия набирают уже обороты, да, мы об этом слышим. Но мы как работники туристической сферы, нам, конечно, интереснее, когда турист бронирует через турагентство, туроператора, потому как... И сейчас действительно что меняется, что если раньше было больше самостоятельных туристов, то сейчас более безопасно бронироваться через турагентство, через туроператора, потому как тебя обязательно отправят домой, а в вашем отдыхе побеспокоятся. Страховка там, наверное. Страховка, безусловно, страховка, постоянная поддержка. Ты под присмотром, что называется. Вы постоянно под присмотром, да, вам не нужно беспокоиться, например, если что-то поменялось по-братному, вылету и так далее, и вы будете сами искать, как же быть, как мне улететь и так далее. А здесь вы просто звоните своему турагенту и говорите, вот такие-то даты, там что, какая ситуация, и с вами постоянная информационная поддержка. Это действительно очень важно. На себе тоже ощущаем, хоть мы и сотрудники турсферы, но я вот ни разу самостоятельным туристом не летала. У меня всегда есть свой менеджер, поэтому это очень плюс. То есть мы посоветуем людям заблаговременно выбирать, не забывать про туроператоров. Именно, про турагентство. Про турагентство. И смотреть многие места в нашей стране, потому что не так много еще изучено, а страна у нас огромная. Огромная, есть что посмотреть. Ну и согласитесь, ведь когда мы путешествуем, у нас меняется немножко даже мировоззрение. Вот, например, я очень часто езжу по городам России в командировки, и приезжаю, и уже ощущаю себя немножко обновленной, потому что вот вроде бы, да, рабочая поездка, мы общаемся много с партнерами и так далее. Но есть время, когда ты можешь посмотреть какие-то красоты, где-то прогуляться, города. Да, и все равно внутренне ты немножко вдохновляешься и понимаешь, что да, действительно, я зарядился. Вот это перезагрузка. Поэтому, как говорят правильно, что лучше, гуляя в старых кедах, неважно, там, где, по Париже и так далее. Но при этом впечатление. Но внутри страны у нас есть еще же история с кэшбэком. С кэшбэком, да. Действительно, очень интересная история, которая продолжается уже практически несколько лет. Это история кэшбэка, когда возвращается 20% на карту. На карту МИР, карту лояльности оформляете. И при бронировании, конечно, это удобно и много мотивирует. Ну и, конечно, всегда приятно получить, как говорится, и отдых, и хорошие впечатления. И, как говорится, скидка такая получается достаточно весомая. Так, а как оформить? Диапазонная программа действует, получается, вот до конца апреля. До 30 апреля нужно оплатить свой тур. И диапазон дат можно выбирать как раз-таки вот с 13 марта и по 30 июня. Диапазон достаточно хороший, затрагивает летние даты. При выборе определенных... Это можно делать самостоятельно, либо через турагента. Карта МИР подвязана. И просто карты указываете. Далее, когда тур свершился, кэшбэк получает турист обратно. А, то есть любая карта МИР, да? То есть уже, которая есть. Карта МИР, и зарегистрировать именно вот в бонусной программе. Программа лояльности. И когда даже при выборе объектов размещения указывается всегда, что, допустим, сотрудничают по кэшбэку. И уже каждый турист знает, и, собственно, можно получить обратно данный бонус. Надо попробовать. Я такую историю слышать слышала, но... Я тоже, кстати, заинтересована. Даже можно по России. Даже можно не в дальние поездки. Да, под Москвой выбирая и так далее. Вы можете данной картой воспользоваться. А вот туры выходного дня, как они? Популярны? Туры выходного дня очень популярны. Но это, как правило, если внутри страны, это, конечно, чаще самостоятельные туры. Но, опять же, сейчас закрыты некоторые площадки, которые позволяли делать бронирование внутри страны. Поэтому тут же также фокус смещается на то, что туристы обращаются через свои турагенты. Бронируют через турагенты отдых. И, конечно, туры выходного дня тоже популярны, потому что, если большие семьи, если молодые пары, если каждый-каждый турист, каждая категория попадает под то, что хочет провести свой досуг. А турагенты как-то участвуют в детском отдыхе? Вот лагеря вот эти детские? Конечно, участвуют тоже в детском отдыхе. Есть определенные программы. Они работают со школами. Как правило, это такая история. Достаточно интересно. Почему нет? Безусловно, раньше многие европейские страны тоже сотрудничали. Таким образом, в России тоже очень много позволяющих... Куда-куда? В основном тоже море? Как это все? Нет, здесь уже распределяется именно либо, что ближе к морю, либо такие истории. Ну, там же очень много активности, поэтому здесь не обязательно привязка к морю. Да и действительно детям, что порой нужно, это чтобы был бассейн. Свежий воздух. Чтобы был свежий воздух обязательно, чтобы было много активностей, чтобы были определенные кружки, чтобы ими занимались. Поэтому... И самая главная атмосфера. Самая главная атмосфера, много активности. Поэтому, да, конечно, данный вид отдыха тоже востребован. Да и для родителей плюс. Ну, родители поехали сами отдыхать. А деток отправили, детки отдыхайте тоже, наслаждайтесь. Между прочим, вот что касается российских городов, Петербург, он по-прежнему один из самых востребованных. Безусловно, да. Казань. Востребованный Казань. Вологда. Подготовлено. Ну, а как же, слушайте, я в Вологда хотел бы поехать, потому что очень такой атмосферный город. Вот, у меня там даже родственники есть. Я очень в Суздаль хотела бы поехать. Вот, я про Суздаль тоже говорю. Особенно зимняя сказка. Говорят, зимой там очень красиво. И сколько активностей проводится. Там и ярмарки. Ну, потрясающе, действительно. Очень нужно посмотреть. Во Владивосток вот можно махнуть? Туру взять какую-нибудь? Вот, я бы махнула, конечно. Но это реже. Все-таки реже данное направление. Друзья, Анна Савкова по-прежнему в гостях у Радио Шансон. Пишите свои вопросы. У нас сейчас немного музыки, потому что сам Евгений Григорьев. Горьев будет выступать. Ну, а потом мы вернемся. Ведь это полезное время. Полезное время на Радио Шансон. Ой, волшебные разговоры у нас сегодня в полезном времени. Думаем, друзья, как же в этом году отдыхать. И здесь нам помогает специалист по туризму Анна Савкова. Есть вопросы, которые пришли на Радио Шансон? Есть и вопросы, и даже истории люди тут пишут. Про форс-мажоры, про туроператоров, что была история. Попал в ситуацию дважды за последние три года. Один раз прилетел, оплатив вторично билет. Второй раз только через четыре недели. Второй раз через туроператора. В общем, случилась такая история, что туроператор проигнорировал, получается форс-мажор туриста. Наверное, все-таки ситуация описывается больше пандемией, наверное, потому что до этого периода еще пока так не было. В данных ситуациях что нужно делать? Обязательно обращаться к турагентству. Если вы туроператора бронировали, значит, вы бронировались через турагентство. Либо если у туроператора напрямую, то, безусловно, обращайтесь в компанию. Обсуждаются даты тура. Как вот я повторюсь, как поступали. Депонировали денежные средства. И далее, безусловно, стоимость определенная зафиксирована. Стоимость данного тура. Но далее, когда смотрим даты, стоимости, безусловно, если возрастали, то приходилось делать доплаты. Я думаю, в данном случае как раз-таки именно про такую доплату идет речь. Что зафиксирована была стоимость одна. Допустим, если это было раннее бронирование, заранее забронировались. Далее тур не состоялся по определенным причинам. Стоимость зафиксирована. Следующие даты, которые выбирает турист, стоимости уже возрастают. идут новые тарифы, они же не сохраняются, те предыдущие. Поэтому да, в таком случае та сумма оплаченная сохраняется, и нужно делать доплату. Форс-мажор, он такой. Форс-мажор, да, никто не защищен, сама тоже попадала под форс-мажор. Все, как говорится, в этом участвуют. Мы, сотрудники турсферы, этому не исключение, как говорится. А где любят отдыхать сотрудники туристической сферы? Казалось бы, вы все посмотрели. На Марсе только не были еще. Такой каверзный, интересный вопрос. На самом деле, сотрудники турсферы, ну это вообще определенная энергетика. Люди нашей профессии, они настолько зажигательные, яркие, очень коммуникабельные, потому что нам приходится много общаться с людьми. Те, кто продает, им приходится заряжать направлением, рассказывать достаточно вкусно, чтобы захотелось там побывать. Действительно, мы много направлений смотрим, потому что у нас предусматриваются инфотуры, рекламные туры, когда мы, туроператоры, принимающие компании, устраиваем для наших турагентов выезды определенные, чтобы посмотреть направление, потому что, чтобы его вкусно и знающе продать, безусловно, надо посмотреть, знать все тонкости, нюансы. Сейчас в топе направлений, что замечается, это Шри-Ланка, Сейшелы, безусловно, Мальдивы, Арабские Эмираты, ну и внутри страны тоже, безусловно, это те же направления, как вот я повторюсь, это вообще такое открытие, что Сахалин, Камчатка, стало больше полетной программы, поэтому достаточно эти направления стали привлекательными. Повторюсь, опять же, Байкал, Алтай. А вот Арктика, Антарктика, вот это вот как вот? Эти туры, они тоже пользуются спросом, но это единичный спрос, это такой уже более штучный, потому что там и ценник достаточно такой уже более весомый, большой, но, безусловно, да, те, кто уже искушенные отдыхом, те, кто уже очень много всего посмотрели, сотрудники турсферы стараются не повториться в направлении, если они смотрят, например, направление, есть направление, которое смотрят каждый год, потому что нужно понимать, что куда идет большой спрос, там каждый год нужно знать номерной фонд, либо открывается новый отель, нужно смотреть, разбираться в инфраструктуре и так далее, чтобы порекомендовать клиенту, но чаще, конечно, стараются, чтобы это были новые и новые страны, Саудовская Аравия становится популярной, поэтому такой достаточно интересный тоже отдых, поэтому каждый раз что-то новенькое находим, и когда сотрудник турсферы отдохнет, безусловно, он и с помощью социальных источников в офисе рекомендуя, конечно, направляет туда все-таки туристический поток, поэтому за счет чего тоже интересно прислушаться, я порой тоже, например, мы как туроператором работаем не со всей географией направлений, поэтому периодически тоже обращаемся в турагентство, приедешь, пообщаешься, например, посоветуй, куда мне сейчас полететь, послушаешь, прям мы как сегодня мы общаемся, мы словно уже немножко с вами путешествуем, а впереди майские праздники, и этот отпуск, он же такой будет кратковременный, краткосрочный, краткосрочный, может быть, вы уже сейчас что-то можете порекомендовать, для того, чтобы поехать зарядиться так, за краткосрочный период, и время еще есть, успеть, время еще есть, но это, повторюсь, опять же, те направления, которые мы обсуждали, также в Сочи, Питер, там по Золотому кольцу, самостоятельно можно данные поездки сделать, либо через турагента, безусловно, но сейчас же также ждем, что все-таки полетная программа немножко начинает оживать, аэрофлот заявили рейсы на Шри-Ланку, вот с 8 апреля, динамика немножко чувствуется такая более положительная, поэтому мы, как всегда, держим руку на пульсе, тоже просматриваем, какие направления будут открываться, Египет сейчас, туроператор Библиоглобус хочет поставить полетную программу на Red Wings, поэтому здесь период такой динамичный, нужно наблюдать, конечно, смотреть, что на такой краткосрочный период можно поставить либо Арабские Эмираты, либо посоветовать Стамбул, потому что туркиши летают, либо, конечно, внутри страны можно направление выбрать обязательно, я вот сама для себя тоже смотрела. Сел на теплоход и пошел куда-нибудь по Волге. Это вот, это как раз таки, да. Так, что здесь? В период пандемии данное направление стало такое, речные круизы стали набирать обороты, потому что действительно ты перемещаешься, и перемещаешься очень комфортно. Есть какая-то программа у тебя уже... А что там за программа? Я знаю, что вот люди двигаются по несколько дней, что они там делают? По несколько дней двигаются, останавливаются на экскурсии определенное время, и далее внутри уже анимационные программы предусмотрены. Вечером какие-то развлекательные части. Караоке. Караоке обязательно. Лепса поют. Караоке, лепса. Обязательно. И шансон слушают. Шансон слушают, да. Дело в том, что там такие огромные 16-этажные лайнеры, что в какой-то момент ты даже перестаешь понимать, что ты в корабле находишься, потому что там все как в большом торговом центре. Ты заходишь в большой торговый центр. Там улица такая, магазинов. На другой этаж спускаешься, там улица ресторанов. На другой этаж спускаешься, там каюты. На другой этаж спускаешься, там бассейн. Правда, вот было бы желание на самом деле. А вот этот вот огромный 16-этажный лайнер, он... Плывешь, картинки меняются потрясающие. Каждый день плывешь, да, и вдохновляешься. Как они идешь, да, они рассудные идут. Друзья, куда вы собираетесь отправиться на майские? Кстати, вот напишите, мы попросим Анну Савкову прокомментировать эти направления. Себе возьмем на заметку. Да, потому что мы тоже собираемся куда-нибудь отправиться. У меня вопрос по поводу того, где можно в интернете посмотреть. Ну, вот Booking.com, он, конечно, помогал, но сейчас уже не очень. У нас буквально минутка, потом, может быть, мы вернемся к нему, начнем. Согласна, да. Booking.com раньше очень был в помощи самостоятельным туристам. Сейчас данной платформы нет, поэтому мы оплачивать там не можем. Поэтому предусматривают. Есть альтернативные площадки. Это такие, как Островок, Броневик, Hotel Book. Это российские программы, сайты. И, конечно же, сайты туроператоров, безусловно. Потому что можно посмотреть сразу не только по проживанию, но и по перелету. У нас комбинированные программы. Можно выбрать авиаперелеты, можно выбрать проживание. Поэтому, конечно, сейчас тот период, когда нужно немножко самостоятельный отдых отходит в сторону чуть-чуть, потому как выгоднее будет все-таки бронироваться через турагентство и через туроператоров. Ну, а когда вы забронируете свой отдых, приедете куда-нибудь, будете отдыхать. И вот эта песня, которая сейчас появится в эфире, мне кажется, будет очень хорошо восприниматься многими отдыхающими, особенно девчонками. Катерина Голицына прямо сейчас на радио «Шансон». И если у вас есть вопросы, задавайте номер единый, смс ватсап и вайбер, плюс 7909-955-103-0. Подписываться, пожалуйста, не забывайте. Полезное время на радио «Шансон». Дорогие друзья, вы слушаете, смотрите и фантазируете в компании «Радио Шансон». «Полезное время» продолжается. У нас в гостях, как написано на сайте, лучший друг турагента Анна Савкова. Действительно, мы так пишем. Спасибо огромное. Друзья, есть сообщения, которые приходят. Давайте их посмотрим, почитаем. На Байкал ни один туроператор не предложил вариант. Все включено. Все исключительно встречают в аэропорту Иркутска. И если самолет опоздал, тут гонять группу придется за свой счет. Это даже прописано в договоре. Так, на Байкал действительно направление, как мы повторились уже, выходит более, становится спрашиваемым, более популярным. Некоторые туроператоры ставили даже чартерные программы через Улан-Удэ. Действительно, можно попасть несколькими образомами. Либо через Иркутск перелет, либо через Улан-Удэ. Как правило, когда бронируют, в основном берут программу экскурсионного тура, когда у вас уже заранее заблаговременно набирается группа, определенные вариации, забронированы отели, забронированы минимальный комплекс программ. И вот если, как в данном случае, что нет, все включено, то, значит, просто не рассматривали. Может быть, самостоятельно собирали тур, просто выбрали проживание, решили на месте докупить программы и забронировали, собственно, просто трансфер и перелет. Такой вариант тоже может быть. Но есть и готовые программы у туроператоров, когда именно бронируете уже экскурсионную программу. Все включено в понимание питания там нет, потому как национальная кухня настолько разнообразна, богата. Ну вот тут добавляют, все включено не в смысле еды, питье и прочее, а перелет, трансфер, экскурсии и так далее. Ну я поняла, да, что комбинировали отдельно. Нет, есть еще программы, именно когда уже полностью в совокупности берете, именно с проживанием, с перелетом, с трансфером. Но если что-то случается в плане трансфера, как пишут, рейс задержался, если программы не экскурсионные, то не будут ждать. А если экскурсионная программа, они, как правило, рассчитаны все под этот рейс, чтобы рейс прилетит, автобус отдельно встречает и начинается уже от того, как их встретили, далее развозят либо в отель, либо уже пойдет экскурсионная программа. Здесь в такой вариации здесь включено, вот уже идет включен пакет. То есть чуть внимательнее, чуть тщательнее подходить. Более внимательнее, да, и чуть тщательнее подбирать, выбирать тур. По поводу подбора. Если нас сейчас слушают молодые россияне, которые вот заканчивают школу, например, в этом году, и тоже понимают, что если они будут работать в туриндустрии, во-первых, это возможность пообщаться с интересными многими людьми, посмотреть на всю нашу родину, конечно, на всю планету. Какие кадры требуются в индустрии? Вообще, очень тоже хороший вопрос, потому как многие, ну, бывает, ходит мнение, что, ну, туризм, ну, в принципе, недооцененная сфера, на мой взгляд, потому как многие говорят, ну, а что там, в принципе, легко, ну, направление, как хорошо, путешествуешь, продаешь. Но это же, на самом деле, огромный труд, это очень титанический труд, потому как нужно разбираться во многих направлениях, нужно действительно смотреть это всё, и нужно уметь взаимодействовать нон-стоп, потому как к вам постоянно приезжают, либо бронировать туры, советуют, обращаются и так далее. Это здесь такой, должен быть повышенный уровень стрессоустойчивости, безусловно, потому как вот этот период, он нам показывает, что, ну, различные ситуации происходят, когда нужно иметь сильную выдержку, обладать таким духом достаточно мощным, и понимать, что, да, всё, что случается временно, и относительно кадров. В нашей сфере периодически случается так, что нехватка кадров — это точно, потому как в период пандемии многие кто устали, решили, что от туризма отказаться, потому как, ну, действительно, нервы не выдерживают, периодически люди уходят, поэтому обновляется. Для студентов обязательно нужно рассматривать данную сферу, потому как не хватает кадров. Если мы смотрим внутренний туризм... Ну, в целом, да, внутренний, не только внутренний. Да, да, безусловно. Не хватает кадров и в туроператорах, и в туристических агентствах, и в гостиничных комплексах, поэтому сфера, она жива, она действительно интересная. С каждым годом идёт более развитый турагент, потому как он знает большее количество языков, он заинтересован внести что-то новое, потому что сфера креативная достаточно, сфера считается молодая, рассматриваются очень многие решения, поэтому обязательно, я даже вот периодически приглашаю от меня университеты прочитать для студентов именно такие даже больше мотивационные лекции, скажем так. Действительно, сфера жива, она требует большего потока людей, и обязательно сотрудники нам требуются. Поэтому, ребята, те молодые, кто нас слушают, если вы заинтересованы в направлениях, смотрите, изучайте, обязательно изучайте, учитесь, потому что за вами будущее, безусловно. Есть рабочие места. Рабочие места есть. Есть красивые картины на рабочих местах. Красивые картины на рабочих местах. Действительно, порой придёшь на работу, прочитаешь туристические новости, откроешь порталы, смотришь направления, ты, безусловно, немножко обновляешься. Ну и после нашей сферы, как многие говорят, я больна туризмом, потому что это действительно так. Если вы в туризме поработали, если вы вращаетесь в той атмосфере, среди этих заряженных действительно солнцем людей, ну, больше ни в какой сфере не хочется работать. У меня был опыт, когда я сравнивала, думала, ну, может быть, нужно другую сферу попробовать. Это было в 2014 году, а сама я с 2005 года в туризме. Но я когда попробовала, так я просто... И вариант был хороший достаточно. И мне сказали, ну, смотри, какое хорошее место. Я говорю, господи, боже мой, нет, это же так скучно. Вы больны туризмом. Мы больны туризмом, да. Вся туристическая сфера. Каждый турагент любит своего клиента, туриста, очень любит. Знаете, как за него борются? Мы работаем с турагентствами. Они всегда отстаивают туристов. Поэтому я говорю, ну, как можно бронироваться не через турагентство? Да ваше агентство за вас сделает просто все. А мы, туроператоры, безумно любим агентов. Потому что мы работаем уже как более... У нас юридические отношения. Мы своего агента очень холим, лелеем. И для нас, конечно, интересно создать эту атмосферу, когда партнер будет настолько к нам близок. У нас туристическая сфера считается в лицах. Поэтому действительно так мы не какая-то закрытая там банковская сфера и так далее. Так случилось, что мы часто пересекаемся. Люди в нашей сфере не считаются конкурентами. Мы на конкурента смотрим с такими здоровыми амбициями. Смотрим, если кто-то делает хорошо, о, какие молодцы. Может быть, я сделаю еще лучше. Вот с таким запалом. Поэтому, да, туристическая сфера очень интересная. Надо просто смотреть в интернете вузы, которые обучают... Вузы, которые обучают, да. И действительно можно сделать неплохую достаточно карьеру в нашей сфере. Вот по поводу карьеры. Откуда, так сказать, можно начать и чем можно там финишировать? Что там, молодежь? Очень интересно. Начинают, как правило, с колл-центра. Не нужно стесняться начинать с самых низов, потому что это будет самое грамотное развитие, когда вы сможете посмотреть всю и пощупать, и попробовать, и вкусить всю сферу с самых азов. Поэтому начинают у нас и с курьеров, и с колл-центра. Далее двигаются менеджерами, бронировщиками, руководителями отделов, директорами компаний и так далее. Поэтому, ну, шансов очень много, ребят, действительно. Ну, а там до министра туризма, может быть. О, это мечты. А почему нет? А почему нет? Да, не нужно себя ограничивать. Если уж мечтать, то ни с чем мы не ограничиваем. Желаем это слушателям Радио Шансон. Огромное спасибо, друзья. У нас в гостях был директор по развитию агентской сети Резорт Холидей, лучший друг турагента Анна Савкова. Аня, огромное спасибо. Мы надеемся, что Вселенная нас услышала, а Вселенная слушает эфир Радио Шансон регулярно. И вот этот сезон 2022 года будет, ну, каким-то особенным, доброжелательным и интересным. Спасибо за компанию. Спасибо вам огромное, ребята. Спасибо вам. Это было «Полезное время». Любаша Володина. Роман Шахов. До новых встреч, друзья. Пока. До завтра. Счастливо. Полезное время на Радио Шансон.